Что это такое? Реально хороший фастекс. По моему мнению, это очень правильное решение. Нарвская оригинальная аптечка стоит больше 30 тысяч рублей. Ровно в таком виде она вам приходит. Понимаете, в чем основная вещь и в чем заблуждаетесь конкретно вы? Всех приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим про тактическую медицину. Конкретно на обзоре у нас будет укомплектованная аптечка от проекта Лив. Они нам любезно ее предоставили на обзор, чтобы мы посмотрели, показали и рассказали вам, что это такое. Сразу хочу сказать, что медицина от проекта Лив, она китайская. Но нужно понимать, есть плохой Китай, гешманский, ублюдочный, который вообще из себя ничего не представляет. Есть хороший Китай. Вот как раз таки проект Лив это хороший Китай. Много раз который протестирован. Собрал огромное количество отзывов. И за этот продукт можно ручаться. Сейчас мы поближе рассмотрим, что из себя представляет укомплектованная аптечка с их продукцией. То есть это и сам подсумок они производят, и наполнение производят. Итак, начнем мы сначала с подсумка. Прошит он достаточно хорошо. Молния прям такая массивная. На железе все. Ну, вызывает, честно говоря, доверие. Здесь у нас представлены, значит, резинки для крепления сюда в быстром доступе, например, турникета. По моему мнению, это очень правильное решение, поскольку, чтобы вам не открывать подсумок, вы можете в быстром доступе, не покупая вот такие вот резинки, у вас висит подсумок. И здесь еще один турникет в быстром доступе. Что касаемо креплений. Здесь у нас есть крепление как на ногу, то есть вот таким образом вы закрепляете на ногу, у вас подсумок находится на бедре. Либо обычным классическим способом на молистропы. Молистропы тоже достаточно хорошие на клепках. Я лично не пользуюсь клепками, мне они не нравятся, но если кому-то нравится, пожалуйста, здесь это реализовано. По фастексам. Значит, фастексы достаточно хорошие. Подсумок произведен в Китае, но произведен он действительно неплохо. Материалы все достаточно хорошие. Сделан добротно, реально. Не вот эти вот китайские подсумки там по 100 рублей, которые непонятно из чего, блядь, склеенные. Фастекс достаточно неплохой. Конечно, не дюрафлекс, но видно, что сделан достаточно качественно. Не совсем прям дешманское какое-то говно непонятное. Реально хороший фастекс. Сейчас переходим к наполнению, посмотрим, что у нас находится внутри, покажем вам полную комплектацию. И в конце этого видео я уже подытожу, что я думаю по поводу китайской медицины, по поводу оригинальной медицины, конечно же. И что я конкретно думаю про проект ЛИФ. Итак, посмотрим на комплектацию, но перед этим я хочу сказать. Вот это оригинальная Нарвская аптечка. Норд Американ Рески. Комплектация у ЛИФ и у Нарв она практически один в один. Даже подсумок также и через бедро, и на моле крепится на бронежилет. То есть комплектация реально плюс-минус одинаковая. Но Наровская оригинальная аптечка стоит больше 30 тысяч рублей. По ней будет обзор в другом видео. Сегодня мы поговорим про ЛИФ. Значит, стоимость данной аптечки 12 тысяч рублей. Ссылку я укажу в описании, где ее можно приобрести. Здесь вы уже решайте сами. Хотите берите, хотите нет. Но я лично медицинный отлив, как вы знаете, пользуюсь давно. Она проверенная, качественная, поэтому я советую. А вот уже покупать или нет, выбор ваш. Ссылку я укажу в описании. Плюс скидку 10% по промокоду вам, значит, и сделают. Переходим теперь непосредственно к обзору. Что у нас внутри? Ровно в таком виде она вам приходит. Ровно в таком виде. Здесь у нас карточка пострадавшего с описанием, как накладывать бандаж, как турникет, там, на зафрингенальную трубку и так далее и тому подобное. И описание, чтобы описать характер там ранения и так далее и тому подобное. Здесь у нас идет маркер, достаточно маленький компактный маркер. Гемостатический бинт ЛИФК на Каолине. Данный гемостатический бинт это 1 в 1 Комбат Гаус Куикло. От оригинальной наровской продукции ЛИФК смогли повторить 1 в 1 под своим руководством. И данный гемостатический бинт проверен и рабочий. Об этом уже заявили все. И вам я также об этом заявляю. Гемостатический бинт реально просто у них пушка. Молодцы. В этом плане вообще никаких нареканий нет. Дальше бандаж 4 дюйма. 4 дюймовый бандаж, конечно, ну так скажем, спорное решение. Я бы лично заменил 4 дюймовый бандаж на 6 дюймовый. Потому что 4 дюймовый он достаточно мал. 6 дюймовый будет более универсальный бандаж. Здесь значит дальше нозофрингенальная трубка вместе с лубрикантом. Ну то есть со специальной смазкой для того, чтобы не повредить там носоглотку. Ножницы хорошие. Это прям видно уже и по материалу их изготовления. Ножницы прям добротные. Все здесь также подрезинено. Все также выполнено в качестве таких вот резинок достаточно хорошо. Здесь у нас перчатки латексные, черные в комплекте идут. Перчатки и перчатки. Ничего такого уж особенного нет. Кстати, вот все говорят о том, что перчатки должны быть обязательно. Поверьте, у вас скорее всего не будет времени им воспользоваться. Но то, что они есть, это хорошо. Тампонада не гемостатическая, Z-сложенная для тампонирования, не обширных, так скажем, кровотечений. Турникет уже всеми проверенный, знаменитый, отличный качественный турникет. Абсолютно один в один как катовский. И по материалам, и по качеству изготовления проверялся. Уже, блядь, сколько раз он проверялся. Двухщелевой, они это исправили, было раньше. Одна щелевка, сейчас двухщелевка турникет. Турникет прям вообще такой же топ, как и гемостатический бин. Дальше спасательное одеяло. И комплект окклюзионных, окклюзивных, как кому удобнее так и называйте, пластырей. Комплект вентилируемый и невентилируемый. Вот он комплект, подсумок. Это все уже идет, так скажем, готовое к бою. За единственным исключением. Вы должны вот это все, как турникет и остальные вещи, вытащить. То есть, вы должны снять упаковку здесь. На бандаже тоже снимайте упаковку, потому что там будет еще одна дополнительная. Спасательное одеяло не обязательно. Все остальное здесь, в принципе, уже готовое. Тампонаду эту не нужно вытаскивать из упаковки, потому что она стерильная. Все остальное, да. То есть, комплектация аптечки хорошая. И сейчас я подведу итог. В чем же разница между галимым Китаем и хорошим Китаем? Перед тем, как мы упиздим на ночь в зимний лес, хотел бы сказать основную вещь. Друзья, во-первых, вы должны пользоваться штатными медицинскими средствами. Это жгут эсмерка и наши ППИ, потому что они вам выдаются. Если вы думаете о том, чтобы обезопасить максимально свою жизнь, купите аптечку хорошую, оригинал, либо от проекта Лив. Сами решайте, но просто не жалейте на это денег. Это ваша жизнь. Вот этот подсумок, неважно, сами вы его укомплектуете, либо уже купите готовый, он может спасти вам жизнь. Теперь касаемо Китая. Есть разный Китай. Понимаете, в чем основная вещь и в чем заблуждаетесь? Конкретно вы. Я-то нет. А вот вы можете заблуждаться. Есть Китай гавьёный с Алиэкспресса и с Валбереса за турникет по 100-200 рублей. Есть Китай хороший, вот как там проект Лив и другие компании, которые производят свою медицинскую, так скажем, продукцию в Китае. Но она проверена, она качественная, из качественных материалов и так далее. Это разный Китай. Поэтому, когда вы видите турникет за 200 рублей, это не хороший турникет. Поймите. Ничего хорошего не бывает дешево. Это самая главная вещь. Конкретно, если мы говорим про хороший Китай, медицина, снаряжение, экипировка, есть куча производителей. Я на канале вам показываю, что такое хороший Китай. Как вы знаете, все шьется и делается в Китае. Главное, кто это делает и кто за этим следит и наблюдает. Вот в чем основная вещь. Поэтому подходите к своему снаряжению, экипировке и медицине с головой. Делайте правильные выводы и будьте здоровы, как говорится. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok